Каждое событие в смене новый информационный повод для юных журналистов. Десятки объективов направлены на сцену. В гостях у сменовцев участница проекта «Голос» на Первом канале Ауриком Гои. Сразу несколько интересных фактов. В четырех лет неразлучно с музыкой. Зарабатывать начала уже в 14. Пела в составе коллектива сопрано турецкого. Полтора года я там пела и объездила весь мир и была во многих местах от Камчатки до Калининграда и в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Участникам школьных медиа-центров и проекта с уверенностью в будущее интересно узнать как можно больше. За что гостю в детстве звали серебряным колокольчиком. О роли дружеской поддержки в достижении успеха. Какая профессия интересна наравне с музыкой. Я пеку там всякие разные тортики, печеньки, выпечки и все такое. Может быть когда-нибудь, когда я наконец-то разбогатею, я открою какую-нибудь классную пекарню или кондитерскую, где будут вот прям пирожные по моему рецепту. Мальчишки и девчонки отметили, как уверена Аурика держится на сцене во время торжественного открытия смены. Только плохой артист не испытывает волнения перед выступлением, говорит гостья. Помогают в тренировке перед зеркалом и поддержка зрителей. Я вам отдала свои эмоции и вы мне их обратно вернули в сто крат, за что вам огромное спасибо. Ксения Занина и Артем Гладких представляют на медиасмене телевизионное объединение «Воздух». Звезда шоу-бизнеса станет героиней их репортажа впервые. Мы хотим сначала узнать про ее карьеру, потому что всех интересует это. Но всегда очень интересно спрашивать про человеческие какие-то качества. Мне кажется, личная жизнь тоже интересна очень многим, не только карьерный рост. Чингис Латфулин продолжает дело, которое начал давно. Собирает автографы и интервью интересных людей. В смену приехал за новыми знаниями. Я хочу стать самым лучшим здесь. Я хочу научиться тому, что нельзя научиться в обычных школах для журналистов. Я хочу сделать все больше, чем на 110%. Я уже заметила, что ребята так подкованы в своем деле и знают, как правильно задавать вопросы. И у них очень грамотная речь, что не может не радовать, потому что зачастую дети очень плохо разговаривают и вообще как-то не стараются самосовершенствоваться. Я убеждена, что нужно заниматься творчеством, нужно петь, танцевать, рисовать, прыгать, плясать, делать что угодно, только не сидеть на месте. Продолжение следует...